Убирать город играючи для самарской молодежи оказалось намного интереснее. Каждая команда находила конверт с заданием и искала конкретное место для уборки. На этой улице в Самаре в 1947 году был установлен первый светофор. Дом находится по адресу БДЕ. Участники команды «Энерго» отыскали больше 10 мест и прошли порядка 7 километров. В итоге собрали 5 мешков рекламных листовок. До этого ничего подобного еще не проходило. Когда нам пришло предложение для участия в квесте, я сразу же поддержал эту инициативу и набрал волонтеров из колледжа. Необычный квест для школьников и студентов организовала районная администрация совместно с депутатами и управляющей компанией. По сути, это новый формат акции «Пожиратели рекламы», которая ежегодно проходила в Самаре несколько лет подряд. Территорию района разделили на 17 квадратов. В итоге участники квеста обошли практически каждый дом. Когда эти дети сами пройдут, очистят стены, помогут своему району, они, вложив свою, вот эту частицу своего уже труда, будут более рачительно и более бережно относиться к тому, что происходит в районе в целом. Мы пытались сделать, чтобы это было интересно и максимально эффективно для всех. Дети собирают, у них какой-то интерес, помогают наводить порядок, ну и поднимают свои знания. Уборка Самары продолжается. Очередной общегородской субботник пройдет 29 апреля. Он будет приурочен к Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». Всех горожан приглашают принять активное участие в субботнике и помочь сделать Самару еще чище. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Я по всей плане...